Мне кажется, после сегодняшнего замечательного круглого стола не только сомневающиеся дети, но и вообще все присутствующие захотели срочно трудоустроиться в туризм. Так здорово наши эксперты сегодня рассказали о перспективах развития туризма. Сегодня действительно туристическая отрасль уже начинает испытывать кадровый голод прямо сейчас. Причем кадровый голод в специалистах совершенно разных и средней квалификации, и высшей квалификации. Сегодня специалисты с высшей квалификацией чрезвычайно требуются нашим туроператорам. Здесь мы испытываем серьезный кадровый голод в настоящих профессионалах, которые могут организовать путешествия, которые могут создать, собрать тур, турпродукт. Сегодня мы очень нуждаемся в квалифицированных гидах, и это прямо боль, о которой сегодня говорили многие туроператоры. К сожалению, настоящих квалифицированных специалистов у нас на Камчатке практически нет. То же самое сегодня сказали и представители гостиничного бизнеса. Ведь именно речь идет, еще раз подчеркну, о специалистах высшей квалификации, которые способны управлять процессом, которые способны его организовывать. Вместе с тем, конечно, говоря о перспективах развития туризма и понимая, какое количество объектов будет введено в эксплуатацию в ближайшие 4-5 лет, мы понимаем, что очень большая будет потребность и в работниках средней квалификации. Это горничные, это администраторы, это повара, это обслуживающий персонал, и это тоже замечательные профессии. Это высокооплачиваемая, безусловно, тоже, конечно, работа, ну и плюс это просто интересно. Сегодня Камчатская сфера образования, как высшего, так и среднего, профессионального, предлагает достаточно широкий спектр для наших абитуриентов, и мне кажется, что каждый может себя найти. Во-первых, конечно, мы сегодня готовим специалистов с высшим образованием для нашей самой перспективной отрасли туризма. И два университета, это Камбу имени Витуса Беринга и филиал Российского университета кооперации, ждут абитуриентов и готовы дать им полноценное высшее образование по направлениям туризм и социально-культурный сервис. Есть у нас отдельное предложение для тех, кто желает совершенно бесплатно получить среднее профессиональное образование. И здесь, конечно, Камчатский колледж технологии и сервиса готов предложить свои специальности, свои направления. И торгово-кооперативный техникум, старейшие учебные заведения Камчатки. И для тех, кто, может быть, не готов пока к получению полноценного образования, такого я имею в виду масштабного, высшего или среднего профобразования, мы готовы предложить и дополнительное профобразование. Это повышение квалификации, профпереподготовка. Кроме перечисленных учебных заведений, еще и филиал Российской академии государства и службы при президенте Российской Федерации также у нас замечательно готовит гидов-экскурсоводов. Действительно, сегодня очень хорошо говорили наши коллеги и министр туризма о том, что мы здесь на Камчатке имеем уникальное конкурентное преимущество. Здесь, находясь прямо на природе, в непосредственном контакте с объектами туристического интереса, мы создаем, формируем турпродукт и предлагаем его нашим туристам. И, конечно, Камчатка начинает вызывать повышенный интерес сегодня уже и не только у туристов, но даже и у абитуриентов, которые понимают, что здесь они однозначно найдут себе рабочее место, поскольку сегодня уже, как я сказала, кадровый голод испытывает туристическая отрасль. И с каждым месяцем, это мы можем отследить по данным центров занятости, статистики специальных порталов, сайтов, спрос на работников туристической сферы начинает стремительно расти. И поэтому, конечно, мы начинаем интересовать абитуриентов. Ребята спрашивают, ребята едут, ребята хотят здесь учиться. Понимаю, что здесь же будет у них параллельно практика с этой учебой и стопроцентная гарантия трудоустройства. Сегодня вот девочка из Турции нам об этом хорошо рассказывала.